Вербуют боевиков не только в Европе, так и под Дамаском, где работает наша съемочная группа, появился новый отряд африканских наемников. Корреспондент Первого канала Сергей Зенин снова побывал на передовой. Вот что он там увидел. Развалены с обеих сторон. Если вы думаете, что мы идем по дороге, вы ошибаетесь. Мы идем просто через чьи-то дома. Вот это, например, прихожая. Вот видите, вешалка. Вот это жилая комната. Война проложила здесь дорогу. Город принадлежит людям с автоматами. Пятая часть все еще занята террористами запрещенных в России Ан-Нусры и армии ислама. Это большие группировки. Военные утверждают, что в каждой не менее тысячи боевых единиц. Есть и совсем мелкие, состоящие из 20-30 бандитов. На днях разведка зафиксировала прибытие небольшой группы исламистов из Западной Африки. Понятно, что местные жители предпочли уехать подальше от таких соседей, побросав свои дома. Нам не нужны большие потери. Мы работаем не спеша. На днях, правда, бандиты активизировались. Пришлось даже запросить поддержку с воздуха. Сирийская авиация решила проблему за 10 минут. Когда армия продвигается вперед, тылы бойцам прикрывают вот эти девушки. Их здесь 120 человек. В основном студентки и только что закончившие школу. Все добровольцы. Я хочу, чтобы в Сирии был мир. Поэтому я здесь. Мои родители и мой жених, они не стали мне перечить, когда я сюда собралась. Это мой выбор. И это честь для меня носить форму и автомат. Розан Еси Али, 18 лет. Школу заканчивала уже под звуки артиллерийской канонады. На фронте полгода. За это время несколько раз лицом к лицу встречалась с врагом. Но интервью давать стесняется. Румянец на лице. Это мой первый опыт общения с журналистами. Честное слово. Я больше боюсь вашей камеры, чем террористов. Хотя у них очень жуткий вид. Я видела их много раз. Они не сирийцы. У них очень длинные грязные волосы, длинные борды. Поначалу мне было не по себе. Но сейчас это уже просто работа. Я вот смотрю одним глазом на вас, а другим поглядываю в амбразуру. Если они появятся, я буду по ним стрелять. При малейшем движении с той стороны девушки моментально открывают огонь. И стреляют они достаточно точно из всех видов оружия. Автомат, гранатомет, пулемет. Причем даже такой мощный. ДШК. Дегтярева-Шпагина. Крупнокалиберный. Из наших девушек 80% очень смелые, а 20% просто смелые. Они уже приобрели огромный опыт. Цена ошибки здесь – жизнь. На войне учатся быстро. Единственная сложность – бытовые условия. Но мы стараемся им создать максимальный комфорт с учетом обстоятельств. Поначалу нам, конечно, было непривычно такое соседство. Но сейчас все успокоились. Шутки закончились. Это настоящие солдаты. Для отдыха на позициях предусмотрена женская половина. Военным мужчинам сюда вход строжайше запрещен. Но какие-то знаки внимания солдаты все равно демонстрируют. Например, над окном женской казармы повесили две клетки с птичками. Когда стрельба стихает, слышно щебет. И вроде бы нет войны. Хотя она совсем рядом. Иногда в километре бывает, что враг находится за соседней стеной. Снайперы террористов следят за любыми перемещениями на стороне сирийской армии. Впрочем, солдаты к этому привыкли, знают, как обойти самые опасные места. Перемещаясь с одной позиции на другую вместе с ними, мы совершенно случайно вышли на большую группу людей. Сразу и не поняли, точнее не поверили в то, что происходит. Мы на самом деле сейчас находимся в зоне боевых действий. Вот за тем домом идет война. Здесь сейчас снимают кино. Знаменитый сирийский режиссер Наджат Анзур снимает на линии фронта фильм о войне. Судьба девятилетней девочки, которую главарь террористов выбрал себе в жены. В основе документальная история. Сейчас очень важно сохранить историю на камеру. У нас в Сирии непростые, особенные времена. Как режиссер я должен зафиксировать все это. Человеческие истории, которых очень много. Мы снимаем сцены на улице и внутри. Это место кажется спокойным, но в соседнем дворе может быть опасно. В первые дни съемочная группа боялась, но сейчас уже все привыкли. Один из самых известных фильмов Анзура «Король песков» пару лет назад шел в российском прокате. За эту картину террористы заочно приговорили режиссера к смертной казни. И вот он снимает свое очередное кино у них под самым боком. Каждый вечер съемочная группа уезжает в Дамаск и каждое утро, рискуя попасть под обстрел по дороге, возвращается на площадку. Героини нашего репортажа на линии фронта тоже не ночуют. Сдав посты мужчинам, возвращаются домой. Обычно пешком, под прикрытием своих, на этот раз воспользовались привешенна с автобусом. И только мы трогаемся. Они хоть и в форме, и с автоматами, но уже превращаются в обычных девчонок из Дамаска. «Смотрите, какое солнце. С утра террористы нас немного нервировали, но к обеду мы их успокоили». «Слава Богу, что все хорошо, но пришлось много поработать. И я снайпер, думаю, что я не зря сегодня стреляла. Кто-то сказал, что это война для мужчин. Мы все обязаны защищать свою Розину». Нас он остается каких-то пять часов. Рано утром, еще до рассвета, они должны явиться на блокпост и уехать на линию фронта, чтобы сменить тех бойцов, которые всю ночь проведут на позициях, отражая атаки террористов. Сергей Зенин, Алексей Шишкин, Игорь Львов. Первый канал. Сирия.